Друзья, мы находимся на автовокзале. Купили билеты до Эски-Шехира. Справляемся в Эски-Шехир на автобусе и далее из Эски-Шехира в Стамбул на скоростном поезде. Сейчас три дня и только в девять вечера мы будем в Стамбул. В общем, покажу вам все самое интересное, что есть по дороге, поэтому оставайтесь с нами. Обязательно заходите в нашу группу на Фейсбуке, подписывайтесь на нее. Афин, как дела? Устал? Красиво. Хорошо. Красиво, Гюзель. А Гюзель Алмаз, Русская, красиво у нас. Как дела? Хорошо. Очень хорошо. А сейчас мы ждем автобус. Покажу вам на карте, где мы находимся. Мы находимся сейчас. Недалеко от Афьона. Едем в Эски-Шехир. Дальше из Эски-Шехира на скоростном поезде мы отправляемся в Стамбул. Алания у нас находится вот здесь. Вот здесь у нас находится Анталия. В наших предыдущих видео мы ехали из Алании в Анталию. Далее на автобусе мы ехали до Афьона. И сейчас из Афьона отправляемся в Эски-Шехир и потом в Стамбул. Из Стамбула на самолете мы полетим обратно уже в Гази-Пашу. Вот так вот выглядит автовокзал. Точнее, один из офисов автобусной фирмы. Что у нас делает Айхан? Айхан сидит в телефоне. На этот раз мы, кстати, едем с чемоданчиками, не с рюкзачками. Но пришлось взять чемоданы, потому что зимняя одежда занимает очень много места. И в чем мы едем, конечно же, в обуви, которые мы купили в магазине Руя Кундуро. Я в кроссовках Айхан. Айхан, покажи свои ботинки. Айхан едет вот в таких классных ботах, грейдерах, которые тоже купили в Руя Кундуро. Нашел фюзельмы, теплые ботиночки. Поэтому зимой приходится ездить с чемоданами, потому что вещи очень большие и в рюкзачки, к сожалению, не помещаются. И, конечно же, когда мы путешествуем зимой, мы обязательно берем с собой такой вот маленький зонтик. Потому что сейчас идет дождь, и мы им воспользовались. Вот так вот выглядит наш автобус. Айхан смотрит телек. А я вам покажу, что творится на улице. На улице 10 градусов. И очень холодно. Идет дождь. Пасмурно. И мы едем в сторону Эскишхиры. Автобус у нас опять 2 плюс 1. Айхан. Вот так вот выглядит наш автобус. Прошло полтора часа с момента того, как мы выехали. И вот так вот выглядит наша дорога. Настоящая осень, друзья. Все желтое. Близится зима. Я не знаю точно зимой здесь выпадает снег, но, скорее всего, здесь снег бывает. Вот так вот в Турции перевозят всякие дорожные знаки. И это машина для дорожных работ. А, нет. Написано трафик для Харачи. Это значит, что на этой машине перевозят всякие разные дорожные знаки. На такой вот машине перевозят чипсы. Вот так вот выглядит городской автобус. Я даже не знаю, мимо какого города мы проезжаем. А вот так вот выглядят здесь долнуши. Такие синенькие, как у нас в Алане. Зеленые. Жилые дома, детские площадки. Очень даже симпатично. А еще, друзья, знаете, какой нас преследует рок в автобусах? Мы когда покупаем билеты, Айхану всегда достаются билеты на то место, где сломано сиденье. А мне всегда попадаются люди, которые очень громко разговаривают и мешают всем остальным ехать и сидеть в тишине и спокойствии. Вот так вот выглядит один из провинциальных городков. Достаточно такой симпатичненький и ухоженный. Здесь есть даже Бахчишихир колледж. Частная школа. Какой-то красивый парк. И начинается лес. Мы уже выехали из города. Парк самолетов. Парк самолетов. Да, почему парк самолетов? Потому что в Эскишихире находится одна из, я не знаю, лучших или главных школ авиации в Турции, где обучают пилотов различных самолетов. Город Кутахия, друзья. Город знаменит и специализируется на производстве керамики. Здесь очень много фабрик. И производят они просто потрясающие, невероятные изделия из керамики, посуду, вазы и так далее. Есть совершенно простые наборы, которые вы, например, можете приобрести. Это такие, как мы видим в отелях, когда останавливаемся, белые. Либо совершенно невероятные произведения искусства. Вот, например, фирма Гюрал Порселен. Одна из самых известных фирм по производству керамики. А это автовокзал. Автовокзал в Кутахия. Шехире Алрасы, автобусы, терминалы. У нас здесь тоже будет небольшая остановка. Мы уже в Шехире. Спустя 3 часа. Холодно? Нет. Немножко идет дождик. Сейчас идем на трамвай, чтобы доехать до автовокзала. Трамвай останавливается прямо напротив автовокзала. Мы едем на железнодорожный вокзал. И билеты можно купить в киоске прямо напротив входа. Что? Асхишхир на солнце. Зельма? Вкусно. Асхишхир вкусно? Очень. И для тех, кто не знает, скажу, что Альхан родом из Асхишхире. И Асхишхир один из наших самых любимых городов. Конечно же, после Алани из Стамбула. Очень классный современный город. В описании к этому видео я оставлю вам, как мы были в Асхишхире, по-моему, два года назад. Мы смотрели основные достопримечательности. Так получается, что мы приезжаем в Асхишхир только осенью или зимой. Но когда-нибудь мы обязательно пройдем летом, потому что это очень-очень красивый, современный и исторически интересный. Мы вышли из трамвая и теперь с Айханом идем на железнодорожный вокзал. В этот раз мы никакие билеты вообще не покупали заранее. Поэтому надеемся, что на скоростной поезд нам останется хотя бы немножко билетиков. Немножко, точнее два. Зачем вам немножко? В общем, вот так вот идем по осенним холодным улицам Асхишхира. Прямо по дороге. Встретимся с вами уже на железнодорожном вокзале. Мы пришли на станцию, купили билеты. Самый дешевый мест практически не осталось. 46 лир от Асхишхира до Истамбула. Три часа вагон экономический. В общем, едем три часа, у нас даже места не надо поставить. Мы уже на перроне вот так вот тут будет скоростной поезд. И видите, написано «Истамбул едет из Кони в 19.31». Здесь пишет «Истамбул» и вагон шестой, наш вагон, вход в него будет именно здесь. Ну и вот таким вот образом выглядит вокзал и рельсы скоростной поезды. из нашего года экономического класса и сели попить чай. Это чай? Где чай? Нет чая? Покал в кипяток? А, я не вижу, да? Вот такой чай, в общем Это была ошибка Пришли попить чай, мы сейчас во втором вагоне В поезде всего Шесть вагонов, наш вагон самый первый Скоро с 10,50 километров в час И после того, как мы хотим попить чай Пройдем вагон бизнес-класс Я вам покажу, как он выглядит еще раз Либо смотрите ссылку в описании к этому видео Полностью про поезда И, кстати, в этих поездах Такое же меню, как и в обычных поездах Поэтому Путешествовать по Турции очень классно Вы можете покупать онлайн И с комфортом Ну что, друзья, давайте сейчас пройдемся С вами по всему поезду Покажу вам вагон Который является вагоном бизнес-класса Вот так вот он выглядит Здесь два сидения и одно сбоку Здесь у нас вагон Кафе-ресторан Это старый поезд, поэтому здесь вот так вот мало сидений Вот так вот возят Еду и воду в вагоне-ресторане И в вагоне эконом-класса Где есть сидения Это Туалет для инвалидов Вагон эконом-класса с СИЗО Выглядит вот таким вот образом В принципе все вагоны Выглядят таким же образом Здесь сейчас у нас скорость 185 Не очень Высокая А вот это уже Самый обычный Вагон эконом-класса Где очень много людей И Очень душно Мы сейчас идем через весь поезд И Поезд снижает скорость Потому что будет останавливаться Мы прибыли в Стамбул Выходим из поезда Сейчас Сейчас 8 градусов, друзья Нам нужно идти на Автобус Потом нам нужно идти на метро И потом нам нужно еще идти на метробус И тогда мы доедем до места нашего проживания В общем Стамбул огромный город Огромный город Посмотрим Посмотрим За сколько мы доберемся Мы с вами прощаемся Очень холодно И Огромный город Больше снимать не буду в следующем В следующем видео Всем пока